МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И поэтому с особым удовольствием представляю вам реэкспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях главный детский невролог. Сначала перечисляю главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Тверской области. Итак, главный детский невролог Галина Анатольевна Зуева. Галина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Дальше. Главный медицинский детский реабилитолог Екатерина Павловна Визовченко. Екатерина Павловна, добрый день. Главный невролог Ксения Вячеславовна Хорошавина. Ксения Вячеславовна, здравствуйте. Заведущая Центром медицинской профилактики Тверской области Елена Андреевна Низова. Елена Андреевна, здравствуйте. Добрый день. И опять же-таки главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Тверской области. Главный медицинский реабилитолог Елена Александровна Концева. Елена Александровна, здравствуйте. Объединил нас всех за этим круглым столом день, в который отмечается день борьбы с инсультом. Это уже 14 лет во всем мире, это всемирный день борьбы с инсультом. 14 лет назад этот день был установлен всемирной организацией по борьбе с инсультом. И эта организация призывала жителей планеты к срочным, активным действиям против этой коварной болезни. Обратилось ли человечество, коль такой призыв был 14 лет назад по-вашему, в сторону этой болезни, в сторону профилактики этой болезни, как у нас в регионе обстоят дела, давайте поговорим об этом. И главное, мы предупредим жителей нашего Тверского региона о том, как предотвратить, как не заболеть. Но с кого начнем? Наверное, Ксения Вячеславовна, с вас. Несколько цифр статистики. Почему столь коварен инсульт? И коль мы сегодня находимся в условиях пандемии, на первом месте волей-неволей стоит коронавирус, но война, локальная война на других фронтах не отменена. И, наверное, инсульт – это одна из локальных войн. Да, действительно, это верно. Заболеваемость и смертность в России гораздо выше по всем цифрам и по данным нашим, чем в США и в странах Европы. В нашей Тверской области, в принципе, заболеваемость и смертность сопоставимы с другими регионами Центрального федерального округа и в целом по России. Коварство этой болезни в том, что, прежде всего, инвалидизация наступает. Это то есть люди становятся инвалидами. Да, после инсульта инсульт занимает первое место по причине инвалидизации. И среди всех причин первое место. 30% только пациентов, переживших инсульт, нуждаются в посторонней помощи. 20% не могут работать. И только 8% из всех выживших возвращаются к своей прежней работе. Только 8%? Только 8%. А почему вы думаете, Ксения Вячеславовна или Неверкаева, наверное, это уже не из-за разряда ДУМ, это из-за разряда статистики, почему все-таки у нас в России столь высокие показатели по сравнению с той же Америкой? Ну вот, федеральный проект у нас, национальный проект здоровья, создан вот как раз-таки 10 лет назад. И с этих пор началась активная борьба, так скажем, с этой проблемой. В результате чего были созданы первичные сосудистые отделения, региональные сосудистые центры, чтобы вовремя, своевременно оказывать помощь пациентам, проводить необходимую диагностику, профилактику вторичную, чтобы не было повторных инсультов. Это только 10 лет назад, да? 10 лет назад. Значит, опыт борьбы с этой болезнью сравнительно молодой еще у нас в России и в нашем Верхневоложении. Если мы говорим о возрасте, мы подробнее об этом, естественно, будем останавливаться, но кто более подвержен этой болезни, люди уже пожившие или молодежь? Ну, сейчас уже это достаточно большое заблуждение, что инсульт поражает пожилых только людей. В последнее время наметилась тенденция к омоложению инсульта. И увеличивается количество пациентов трудоспособного возраста, то есть младше 65 лет, которых поражает инсульт. Поэтому очень важна в данном случае профилактика, первичная профилактика инсульта, диспансеризация. Мы сейчас о первых симптомах этой коварной болезни, о том, что нужно делать в первую очередь, поговорим отдельно, как мы об этом говорили вот недавно совершенно за таким же круглым столом, когда мы обсуждали проблемы сердца. Втолкуем жителям региона первое, второе и третье, что необходимо. Давайте все-таки еще остановимся. Дети, насколько дети подвержены этой болезни. Насколько я узнала перед эфиром, готовясь к эфиру, что это не минует и молодых совсем людей, которые еще живут несколько лет на этом свете, да? С кого начнем? Специалистов по детству? С меня, конечно. Главный детский невролог Галина Анатольевна Зуева, да. Да, к сожалению, у детей, если раньше для нас, для детских неврологов, инсульт у детей это была казуистика, точно так же, как у них ряд наших заболеваний для взрослого населения было казуистическим, сейчас идет омоложение. У нас, конечно, не такое количество этих, как у взрослых, да? Но, тем не менее, у детей достаточно часто случаются, чаще всего, это транзиторные ишемические атаки, то есть кратковременные, нарушение кровоснабжения головного мозга. И, ну, все-таки за последние годы стабильно это только те, которые тяжелые, которых привезли к нам в больницу и которые у нас в больнице лежали. Вот таких каждый год стабильно 25-30 человек. Это много для нас? Это много для нас, с учетом того, что 10 лет назад их не было почти совсем, от силы 1-2. Ты что вам? Это те, которых привезли, и они лечились, потому что самостоятельно симптоматика у них не купировалась. Проблема детского, вот нарушение кровоснабжения именно в том, что, поскольку головной мозг очень лобильный, он такой пластичный еще по сравнению со взрослыми, да, сосудики еще хорошие все, то у них достаточно возникает симптом спазма, симптомы появляются и могут самостоятельно довольно быстро купироваться. Ну, как быстро? Через час, через два, через три, ну, уйти самостоятельно. Потом повторяется еще раз эпизод, опять такой же. И вот если взять тех детей, которых мы не диагностировали с нарушениями транзиторного кровообращения, а у них потом на МРТ множественные очаги глиоза, повреждения сосудистой, и уже явные изменения идут совсем другие, то таких детей достаточно много. То есть это все-таки не совсем маленький процент. Потом мы должны не забывать о том, что перинатальная патология, которой дети до года, так называемые последствия перинатального периода, и ведь все дети тяжелые, которые тяжелые дети при родах, либо возникающие острые ишемии головного мозга, либо спонтанное кровоизлияние, это тот же самый либо ишемический инсульт, либо геморрагический инсульт, только у младенца. А этих детей ведь их много, ведь все знают о том, что детский церебральный паралич – это большая проблема. А откуда он берется? Он берется именно из-за повреждения головного мозга, либо за счет кровоизлияния, либо за счет ишемического повреждения головного мозга. То есть вот это довольно большой пласт, на который часто бывает не очень обращают внимания. Вот мы как детские неврологи стараемся, чтобы вот эту ситуацию, когда остро возникшая ишемия головного мозга у ребенка, была точно так же, как у взрослых. Есть золотые три часа. Ты в течение трех часов должен помочь. Либо ты восстановишь кровоснабжение, либо ребенок останется инвалидом. Сейчас мы подскажем родителям, как это сделать, на что нужно обратить внимание в первую очередь. Уважаемые друзья, давайте все-таки расскажем нашим телезрителям, что же такое инсульт-то. Вот мы сейчас говорим о том, что это нарушение кровоснабжения. Давайте дадим короткую характеристику этой болезни. Кто? Ксения Вячеславовна, вы. Инсульт – это внезапная мозговая катастрофа, так скажем, которая возникает в результате нарушения поступления крови в определенному участку мозга. Это ишемический инсульт, и который длится, эта симптоматика, больше 24 часов, то есть больше суток. Или же, как в случае геморрагического инсульта, это разрыв сосуда внутримозгового и с образованием обширной гематомы. То есть два вида – ишемический, геморрагический инсульт. Уважаемые друзья, сейчас прервемся на небольшую рекламу, буквально несколько минут, и возвратимся в студию. Звоните 300-190, задавайте свои вопросы. Тема касается каждого жителя Тверского региона. Не переключайтесь. Здравствуйте, уважаемые друзья, еще раз в эфире программа «Тема дня». Звоните нам по телефону 300-190. Сегодня говорим со специалистами, с медиками о том, как профилактировать такую опасную болезнь, как инсульт. 29 октября уже 14-й раз на планете отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Итак, мы обозначили, что это за болезнь. Давайте первые признаки, как она себя проявляет. Наверное, начнем со взрослых. Ксения Вячеславовна, вы. Первые признаки инсульта, значит, это внезапная слабость в руке и в ноге с одной половины тела. Также второй признак – это внезапное онемение руки и ноги тоже с одной стороны тела. Третий признак – нарушение речи. Речь становится или бессвязной, или человек не понимает, что ему говорят, или не может назвать свое имя. Четвертый признак – это опущение угла рта, то есть носогубная асимметрия. И пятый признак – это внезапная, острейшая головная боль, что может как раз свидетельствовать о внутримозговом кровоизлиянии. Поэтому каждый человек обязан знать и уметь выявить эти первые признаки инсульта. Если он один из этих признаков, они не обязательно в совокупности, может быть, один из них, из пяти, да, это уже необходимо вызывать скорую? Да, совершенно верно. Должна быть настороженность с этой точки зрения. Поэтому если один или два признака вы видите у себя, у родственников, на работе у кого-то случилось, в магазине, то есть обязательно нужно вызвать скорую помощь, до приезда скорой помощи обязательно поднять из головы и кровати. И если есть такая возможность, то под язык положить пять таблеток глицина. Никакие больше препараты давать категорически нельзя. Глицин, глицин – это мозговое кровообращение, глицин, да, вот я помню, в свою бытность назначался этот препарат. Глицин, да, это аминокислота, которая вот как раз-таки применяется при первых признаках инсульта, до приезда скорой помощи. У нас телефонный звонок, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Маргарита Николаевна. Маргарита Николаевна, если возможно, очень-очень быстро ваш вопрос. Хорошо. Мне 82 года. Я очень боюсь инсульта, у меня подружка с инсультом. Но что делать? Вот у меня болит в одном месте голова. Я два раза к неврологу ходила. Мне посоветовали поменять подушку. И все. Никакой там томографии не предложили. Ничего. А вот сейчас что делать? В поликлинику вообще не пускают. На дом невролог не ходят. Я не могу спать на правом боку, у меня сразу болит голова. Понятно. Маргарита Николаевна, у вас выписаны какие-то лекарства, которые вы пьете постоянно? Я пью от давления. От давления. Мы поняли, что делать сейчас. И одновременно. Понятно. Мы ваш вопрос поняли. Что делать и правильно ли выписал доктор, правильно ли дал совет. Спасибо, Маргарита Николаевна. Что мы можем сказать в этом случае возрасту человека? Это те люди возрастной группы, которые раньше относились к критическому возрасту. В этом случае я хочу напомнить, что инсульт – это внезапная головная боль, все-таки не которая длится какое-то время. А у нашей жительницы, скорее всего, это хроническое недостаточное мозгового кровообращения, которое нуждается в коррекции или участковым терапевтом, или неврологом. Правильно, что предложили поменять вот ту же подушку. Вот я видела, что, Галина Анатольевна, вы его так сказали, что верно назначили. Ну, начнем с того, что в шейных… Проблемы с шейным позвонком, начиная с детей, очень много. А уж у взрослого человека остеохондрозы тоже достаточно выражены. Поскольку возраст человека определенный, к сожалению, у молодых та же самая ситуация, которые сидят в телефонах постоянно, голова наклонена. Проблемы именно с диспластическими или остеохондрозными изменениями в шейном отделе, они существуют. И когда человек в одном и том же положении, с не очень удобной подушкой спит, то тогда утром человек просыпается, у него может болеть не только шея, но и в том числе и радиировать затылочную область. Мышцы могут напряжены быть, и поэтому может болеть голова локально. То есть вот здесь в любом случае, поскольку у человека болит голова, нужно разбираться в каком месте, почему и какая причина. То есть может быть это все-таки… Хотя по возрасту, конечно, скорее всего, что у человека есть хронические нарушения мозгового кровообращения. Именно поэтому вот мы с вами поговорим, что существует, наверное, комплекс упражнений, который, что называется, может здесь еще помочь, помимо правильной подушки. Наверное, человеку нужно определенно сделать, чтобы кровь подходила головному мозгу. В наш век массовое использование телефона всегда и везде, самое важное, что нужно сделать, убрать его подальше. У себя и у детей. Не сидеть в нем целыми сутками, потому что голова наклонена вниз. Нарушение венозного оттока, напряжение мышц шеи, соответственно, ухудшение зрения, и отсюда, и головная боль, и прочие-прочие проблемы. И самое главное, что особенно у детей, особенно у маленьких детей с двух лет, трех лет, у них очень быстро развивается компьютерная зависимость. Очень быстро. То есть вот это вот сидение целыми сутками в телефоне ничего хорошего не дает. Понятно, что мы не должны исключить компьютерные вещи. Сейчас век технологий. Для этого существует стационарный компьютер перед экраном. Человек сидит прямо, шею держит прямо и смотрит прямо в экран. У него определенное расстояние. Для этого существуют планшеты. Это одна из профилактик, которая существует и у детей в том числе, чтобы голова не болела. Мы не говорим сейчас просто головные боли и напряжения. Это довольно большая часть, которая существует. Она есть и у детей в том числе, и у взрослых в том числе. Еще один вопрос Маргарита Николаевна нам задала. Как быть сейчас, в очень тяжелый период пандемии, когда все-таки большинство врачей, медицинских работников нацелены на профилактику коронавируса и борьбы с этой болезнью. Что нам делать, что советовать жителям, у которых вот такие вот уже, ну что-то не острые, но в группе риска находятся. Как попасть к нейрологу? Что мы можем здесь сказать? В данном случае, возможно, невролог и конкретно Маргарите Николаевне не нужен будет. Здесь надо обратиться к участковому терапевту, оценить факторы риска. То есть и давление посмотреть, и, возможно, УЗИ брахиоцефальных артерий сделать. Может быть, там недостаточность кровоснабжения за счет этого. Могут возникать также головные боли. То есть, в общем-то, участковый терапевт вполне может с этим справиться. Участковые работают по графику, то есть они доступны, к вам придут, тем более, чтобы пожилой человек. Вот вы сказали давление, Ксения Вячеславовна. Насколько важно давление при этой болезни? Мерить и необходимо держать его в норме? Да. Артериальная гипертензия – это основной фактор риска инсульта. Выявляется он в 92% случаев среди всех лиц с инсультом. Поэтому гипотензивная терапия, правильно подобранная, – это, в общем-то, залог успеха. Галина Анатольевна, несколько слов симптомов у детей. Давайте мы предупредим родителям. Первые симптомы у детей. Они такие же, как у взрослых? Они такие же. То есть это нарушение мозгового кровообращения. И оно в любом случае – это головная боль, либо нарушение двигательной функции, то есть перестает двигаться так, как должна двигаться одна из половин туловища, либо нарушение чувствительности. Чаще всего пропускают именно чувствительность, потому что когда человек начинает плохо действовать рукой или ногой, на это обращает внимание, либо говорит неправильно. Это обычно замечают многие. Вот сразу как-то бросается, что что-то случилось. Замедление темпа речи – это тоже, да, как один из симптомов? Именно человек либо не может вообще сказать, вот он вроде бы хочет сказать, но не может ничего сказать. Он понимает, о чем ты говоришь, но сказать не может. Либо это вот все вот как каша во рту, да, вот такой вдруг внезапно. То есть это должно быть именно внезапное состояние. А нарушение чувствительности пропускают чаще, потому что, ну, вдруг онемела рука-нога, онемела-анемела, ну, потер, кажется, что прошло. Я же хожу нормально, двигаю же ей хорошо. У детей бывает так, что они не сразу понимают, что это такое. Родители часто бывают, что не очень доверяют детям, что там онемело что-то. Ну, посидел на стуле, встань, пойди, может быть, пройдет. И вот у детей такие симптомы могут быть, и чаще всего мы говорим о том, что у детей все-таки это кратковременные до суток, так называемые транзиторные ишемические атаки, либо в течение нескольких часов только, потом купирующиеся самостоятельно. То есть, ну, их чаще бывает, чем такие вот. Хотя это та же самая клиника, что у взрослых, что. Головной мозг он один, что у маленьких, что у больших. Ой, да, Ксения Вячеславовна сказала, упомянула таблетки глицин. Детям то же самое? То же самое, да. То же самое родителям вы советуете иметь всегда под рукой. Как я уже, вот после нашей программы, мы советовали, если у вас сердце, да, Елена Андреевна, мы советовали аспирин, да? Он даже, чтобы был аспирин, нитроглицерин, если вдруг прихватят. На всякий случай, чтобы первичная таблеточка. Так здесь глицин. Ну, во-первых, он обладает легким успокоительным действием. А поскольку эмоции никто не отменял, и, может быть, просто человек заволновался, и глицин ему точно не помешает, если он его рассосет под язычком, ничего плохого в этом нет совершенно. А потом это аминокислота. Поэтому если... Ну, единственное, что, конечно, не нужно... Это не должно быть для массового использования постоянно. Чуть-чуть что-то у меня заколол, и я сразу глицин. Конечно. Это лекарственный препарат. Это вот направо-налево все равно нельзя применять. Все равно это доктор, и все равно доктор должен посмотреть, посмотреть симптомы и назначить лекарство. И если вдруг возникает ситуация, появились вот эти симптомы, нужно срочно вызывать скорую помощь и обращаться к врачу. Среди наших детских больниц, к сожалению, пока только наш Центр детской неврологии медицинской реабилитации, которая на Софье Перовской 7, имеет круглосуточно дежурство невролога. Это единственное место во всей области, где есть круглосуточный невролог. Остальных в других больницах просто вызывают на себя. Скорая помощь привозит к нам на консультацию, мы смотрим, естественно. Если у ребенка не то, то тогда они госпитализируем. Если то, сразу госпитализация, сразу лечение. И тогда дети в этом отношении более благодатны, они восстанавливаются достаточно хорошо. Давайте теперь несколько слов о восстановлении. Разговор зашел, да? Екатерина Павловна, с вас начнем, да? Как детский реабилитолог, да? Что вы можете здесь рассказать о том, как восстанавливаются дети, кто здесь может помочь и одна ли медицина здесь всесильна, так скажем? Ну, медицинская реабилитация, это на самом деле в нашей стране пока еще достаточно молодой вид медицинской помощи. С 2012 года, с 2013 года, это как единая медицинская услуга стала выступать, да? И стали формироваться медицинские центры, оказывающие помощь населению по профилю медицинской реабилитации. В нашей области на сегодняшний день существует областной клинический реабилитационный центр. Это бывшая 5-я городская больница, которая целиком перепрофилирована была в 2014 году под реабилитационный центр. Там находится и взрослая помощь, и детская помощь. И, Галина Анатольевна, поправьте меня, в 2016 году или 2015 был открыт еще центр детской неврологии и медицинской реабилитации в 2016 году, где тоже находится на сегодняшний день 15 коек реабилитации, но только для детского населения. Конечно, это для нас счастье, что дети в меньшей степени подвержены этому заболеванию, если мы сегодня говорим про инсульт. И абсолютно права Галина Анатольевна о том, что мы видим за последние 8-5 лет, как эти пациенты детского возраста стали появляться. Если еще 10-15 лет назад мы говорили, что это казуистика, это практически невозможно, то сегодня мы видим, что нужна помощь, которая будет восстанавливать этих детей и возвращать их утраченные функции, которые утрачивает любой человек в результате своего острого состояния, и в том числе ребенок. Для детей характерно то, что они восстанавливаются быстрее, потому что мозг их более пластичный, и их нервная система проще приспосабливается к новым условиям. То есть мы вполне можем ребенка переучить пользоваться другой рукой, если это нет возможности восстановить функцию, утраченную с одной стороны. Это бывает, да, что рука утрачивается функция? Ну и очень часто. Но бывает такое. Бывает. Это должно быть массивное повреждение головного мозга, что чаще всего следствует кровоизъявлению, и тогда очень сложно восстановить. И такие дети были у нас, и мы не спешим сразу переучивать ребенка на другую сторону. То есть если он был правшая, пострадала правая сторона, то мы не спешим компенсировать. Очень часто дети восстанавливаются в такой ситуации. Сейчас, в период эпидемии коронавирусной инфекции, конечно, мы немножко уменьшили оказание помощи нашим ребятишкам Тверского региона, потому что наша организация, стационар перепрофилирован под инфекционный госпиталь. Да, это не Ваша вина, жизнь подсказывает, к сожалению, свои условия. Конечно, но тем не менее, дневной стационар, амбулаторно-поликлиническое отделение нашего реабилитационного центра работает в прежнем режиме. То есть если такой ребенок находится, и он перенес инсульт, мы можем оказать амбулаторно-поликлиническую помощь, помощь в дневном стационаре, и при необходимости реабилитационного лечения, то есть если еще сохраняется срок восстановления, обычно он год, ну полтора, за редким исключением, после перенесенного острого состояния, то мы можем госпитализировать его на койку в Центре детской неврологии и медицинской реабилитации. Вы сказали о том, что если отнялась правая сторона, а не мило отнялась, может быть подвержена такой напасть любая сторона? Конечно, абсолютно. Правая, левая, абсолютно любая. И правая, и левая, да? То есть здесь на то, что они мило, какая левая или правая рука, внимание обращать не надо. Если они мило, значит это уже симптом. Конечно, это симптом, который должен вызывать тревогу родителей и незамедлительное обращение за медицинской помощью. Коль мы говорим о коронавирусе, Елена Александровна, можно ли дома реабилитироваться? Ну вот, если даже для детишек все-таки, да, это, ну, ограничено число коек, но сейчас такое время, к сожалению. Есть ли возможность реабилитации у взрослых людей дома? Могут ли родственники чем-то помочь? Какая концепция, что называется, у вас в лечении? В принципе, реабилитироваться дома можно. Сейчас огромное количество видеокомплексов дыхательной гимнастики. Ведущие центры научно-исследовательские Москвы, они снимают для пациентов специальные видео, они достаточно простые. То есть в основном это дыхательная гимнастика. Там не нужны никакие высокотехнологичные... Если про ковид мы говорим. Да, если мы говорим про ковид сейчас. Нет, мы сейчас говорим про инсульт. Мы сейчас говорим просто в условиях ковида. Если мы говорим про инсульт, к сожалению, готового рецепта здесь нет. Потому что медицинская реабилитация — это не только занятие ЛФК. Это и поддержка психолога, это и занятие с логопедом, это может быть занятие со специалистами, которое будет помогать пациенту подстраиваться под среду. То есть если, например, у пациента не работает рука, и он не может взять ручку, потому что у него высокий тонус, у него плохо, загибаются пальцы. То, например, специалист будет что-то с этой ручкой делать, он сделает ее более толстой, чтобы он ее мог взять. Он ему поменяет хват, то есть он ручку будет держать не вот так, а как-то вот так. Таким образом он сможет писать. Сейчас Елена Александровна Концевая, главный медицинский реабилитолог Министерства здравоохранения Неверской области, внештатный специалист, говорит, как можно реабилитировать больного после инсульта в домашних условиях. И так мы сказали, что что-то подстраивается под больного человека. Это и ложка, и ручка, и что-то... Среда. Среда подстраивается непосредственно под больного. И если уже совсем до такого уровня дошла болезнь, это часто, я так понимаю, да? Это характерно. Наверное, даже со средой гораздо проще, потому что это очень простые вещи. Например, чтобы пожилой человек дома мог спокойно передвигаться и не падал, элементарно убрать те же коврики. Поменять ему тапочки, да? То есть есть тапки без задников, когда человек идет, они слетают. Например, другая обувь, которая будет более плотно держаться на ногах. Ручки дверные, да? Самый простой пример. Если мы с вами идем и несем две чашки, у нас вот такая ручка, которая крутится, мы не сможем открыть дверь, да? И, соответственно, пациент, у которого идет нарушение функции верхней конечности, также для него это сложное движение. Это нужно скоординироваться, взять, повернуть. Очень много мышц работает. Можно, например, ручки поменять на такие, которые можно опустить вниз. Это можно сделать и локтем. То есть это такие достаточно простые вещи. Сделать проще, да? Сделать окружающую среду, как-то оптимизировать. Вы знаете, у нас телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Вот я инвалид второй группы, у меня два инсульта было. Значит, до первого января у меня группа идет. А вот звоню, а телефоны не отвечают. Как узнать, группа эта продлевается или по новой все проходить? Спасибо. Понятен вопрос. Что мы можем ответить нашей телезрительнице? Группа инвалидности продлевается по месту жительства. Вот если сейчас, аж как-то влияет, чтобы человеку лишний раз не идти в поликлинику или не обращаться к врачу в связи с пандемией? К сожалению, нужно смотреть его карту. Сейчас надо, куда может обратиться по телефону или, может быть, на сайт Министерства здравоохранения человек, чтобы узнать? Или телефон какой-то существует? Я знаю, что была горячая линия по этим вопросам, да, у вас? Да, вчера прошла горячая линия по вопросу также профилактики и заболевания инсульта, по борьбе с инсультом. То есть вопрос получения и продления инвалидности на сегодняшний день, он, по-видимому, будет решаться в каждом конкретном случае с этим пациентом. Я предлагаю дать нашему жителю Тверской области телефон колл-центра нашего реабилитационного центра, где с этим вопросом помогут разобраться. Вы помните сейчас так его наизусть? Или где-то человек позвонил, я так поняла, что пожилая женщина. Да, значит, 52-82-80-21. 52-80-21. Колл-центр реабилитационного центра. Пациентка может позвонить по рабочим дням, оставить запрос, мы этот вопрос уточним и адресно ей сообщим. Всё. Я надеюсь, что сейчас наша телезрительница поняла. Итак, ваш совет ещё, Елена Александровна, относительно тех, кто окружает больного человека, по реабилитации ещё как помочь? Дома, в домашних условиях мы говорим сейчас. К сожалению, это сейчас актуально. Туалеты, ванны, обязательно ручки, чтобы когда человек вылезал из ванны, залезал в ванну, чтобы он не упал, чтобы он мог за что-то держаться. Для родственников быть более терпимым к больным людям, потому что что-то они делают медленно. Иногда родственники пытаются поторопить, ну давай вот я тебя одену, так проще. Нет. Человек это должен делать сам. То есть вот по максимуму человек должен выполнять свои виды активности, одеваться, кушать, насколько это возможно. Очень часто родственники проявляют гиперопеку, ничего не дают делать больному, и это тоже плохо. Иногда наоборот. Им нужно где-то помочь, а они ему не помогают. Говорят, ну давай, ты же можешь. Вот. Человеку нужно как-то помочь. Если человек больше будет делать сам, стараться, то это все равно развивает его, это как-то участвует в борьбе с болезнью, то, что он самостоятельно делает. Конечно. Мы же пытаемся, когда у нас, например, не работает левая рука, мы не даем ему все вправо, левую все пусть висит. Нет. Мы стараемся разрабатывать также левую руку, чтобы хоть как-то, но она функционировала. Чтобы, допустим, он будет резать хлеб правой рукой, чтобы левую он мог поддержать. Вообще существует очень много реабилитационных специальных приспособлений, которые значительно улучшают качество жизни людей, у тех, у кого ограничены действия конечностей. Во-первых, это правильное позиционирование. Это правильный должен быть стул, на котором человек будет сидеть, с правильной ровной спинкой, никакой не табурет, с которого он может упасть. То есть должны быть вот эти элементарные вещи. Говорили о том, что есть порог, который часто спотыкается. Для этого есть уголки, которые привинчиваются винтиками, и делается ска для того, чтобы человек не цеплялся ногой за этот порог и не упал, и не получил еще черепно-мозговую травму, или перелом какой-то, или еще что-нибудь. Очень много в магазинах, которые отвечают за различные реабилитационные средства, есть специальные фиксаторы для руки. Допустим, рука плохо двигается, человек плохо себя может удержать в положении, но если этот фиксатор присоской поставили на стол и залепили, специальная такая штучка есть, он уже удерживается, он взялся, и он тогда может удержать свое положение, и тогда правильной той рукой, которая двигается, спокойно работать. Это специальные ручки, это специальные накладки такие для того, чтобы ложка не упала, которые там такие приспособления есть. То есть все уже придумано? Это специальная тарелка, с которой закруглённым краем, чтобы человек кушал и у него не проливалось. А для того, чтобы оно не сдвигалось, когда ему что-то надо делать, он рукой не цепляется. Мы детям это всё используем всегда в реабилитации. Взять элементарный коврик, который прицепляется в машине, в автомобиле для телефона. Вот такой липкий, плоский, стоит 30 рублей. Вот его положил, на него поставил тарелку или какую-то коробку, допустим, с чем-то он там перебирает. Это не скользит, это не даёт предмету уйти. И тогда человек спокойно может дальше работать и действовать. Потому что если у человека не получается, у него всё это отодвинулось, рассыпалось, он раз сделал, два раза сделал, ему неудобно. Он понимает, что у него ничего не получается, он теряет к этому интерес. И делать не будет. Да, да. Есть специальные, для того, чтобы одеть пиджак, специальное приспособление, форточку открыть, носки одеть. То есть это всё разработано, это все эти средства реабилитации, они есть. Этим надо пользоваться. Это не дорогостоящие вещи абсолютно. И надо это помогать людям жить таким образом. Сразу интерес другое совсем. Вот вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы нас сегодня слушали здоровые люди. Относительно здоровых, здоровых целых людей не бывает, конечно, полностью. Но те, которые ещё, слава богу, не ощутили, что это такое, чтобы они поберегли себя и не воспользовались вашими советами, зная, что это актуально. Давайте, Елена Андреевна, дадим совет. Вот мы сейчас говорим, как не дожить до жизни такой. Вот чтобы не пользоваться вот этими вот приспособлениями, которые, слава богу, есть, да, в помощь больным людям. Что необходимо делать в первую очередь? Спасибо. Ну, во-первых, я хотела бы сказать спасибо большое за то, что вот даже мне было очень любопытно и интересно слушать про современные способы метода реабилитации после инсультных и взрослых, и детей. И в связи с этим я хотела бы обратить внимание, что от медиков-то здесь, от нас, медиков, зависит, конечно, много. Но не так много. Это прежде всего мотивация самого пациента и, может быть, даже все-таки не самого пациента в первую очередь, а его ближайшего окружения. Поэтому все-таки, может быть, немножко возвращаясь назад, я бы хотела обратить внимание на первые признаки инсульта. И вот, собственно, чем мы вчера занимались как Центр медицинской профилактики, мы, ну, во-первых, у себя на сайте разместили короткий видеоролик с первыми признаками инсульта. И я все-таки призываю всех слушателей. И вчера мы просто его ссылку отправляли и просили отправить своим друзьям, знакомым коллегам, где 30 секунд Ирина Слуцкая вот рассказывает об этих признаках. Мы даже их очень коротко для себя называем удар, улыбка, движение, асимметрия, решение. Вот улыбка у нас стала кривой, движение нарушилось, асимметрия лица, и нужно очень быстро принять решение. И сейчас профилактика стоит на том, чтобы это не пожилые люди знали, не 82-летние, которые нам позвонили, а их дети и внуки. Мы в школах рассказываем детям об этих признаках, чтобы дети не испугались, а бабушкам и дедушкам вызвали. Поэтому, опять же, наше здоровье это в руках не медиков, а вот действительно нас самих и нашего ближайшего окружения, как реабилитация, так и профилактика. Ну а если говорить все-таки о том, кто в группе риска и как не допустить инсульт, я все-таки должна, конечно, озвучить два состояния и две болезни, которые во много раз, я думаю, что Ксения Вячеславовна со мной согласится, во много раз повышают риск возникновения инсульта. И эти люди прежде всего должны контролировать артериальное давление, контролировать холестерин, иметь дома тот же глицин, знать эти симптомы и так далее. То есть быть на чеку, очень внимательно относиться к своему здоровью. Если где-то были какие-то приходящие симптомы, ну, значит, надо обратиться в медицинское учреждение, сделать какие-то исследования и так далее, и контролировать свои параметры. Это, конечно, мерцательная аритмия, это, то есть, вот, да, фибрилляция предсердия, если называть его все-таки такими международными симптомами. Это проблемы с сердцем, да, чтобы тот, кто не понимает в медицинских терминах, нас поняли? Конечно, это проблема с сердцем, это то состояние, которое приводит к повышенному тромбообразованию. Я думаю, что все здесь согласятся, что большинство инсультов, это инсульты, которые, вот, стреляют, как мы говорим, при нарушенном ритме сердца. И все-таки сахарный диабет, конечно. Сахарный диабет, неконтролируемый, это очень мощный фактор риска, вот, да, их можно озвучить несколько, и наследственность тоже, безусловно. То есть, вот, если человек понимает, что у него близкие родственники, перенесли инсульт в 60, в 65 лет, это папа, мама, брат, сестра, если у него сахарный диабет или преддиабет, но уже должна быть определенная настороженность этой семьи, скажем так, этого близкого окружения, что это человек все-таки в повышенном риске возникновения инсульта. И вот на это я бы, конечно, хотела сейчас очень обратить внимание. То есть, мы можем сейчас говорить широко о профилактике, что все должны знать с молодой, все, там, не курить, двигаться и так далее. Ой, много чего мы должны знать с молодой, да. Вот эти люди, они действительно нуждаются в повышенном внимании прежде всего сами к себе. И вот это вот я бы хотела вот еще раз подчеркнуть сегодня. То есть, есть ли вот люди, которые относятся к этой группе, которую вы сейчас назвали, что необходимо? Раз в год проходить обследование, делать анализ крови, что? Этой группе нужно, нет, тут, в общем-то, есть научно доказанные методы профилактики. То есть, скорее всего, при мерцательной аритмии, если она по определенной шкале попадает в определенную группу риска, то это постоянный прием препаратов. И здесь мы, как бы, вот можем говорить все, что угодно о движениях, там, еще о чем-то. Но все-таки это постоянный прием разжижающих препаратов, которые значительно снижают риск возникновения инсульта. При сахарном диабете это, конечно, контроль сахара крови. Причем не разовый, один раз в месяц. А это постоянный на протяжении суток, и в том числе гликированный гемоглобин. То есть, мы должны посмотреть, как человек живет с этим сахаром. И дальше уже действительно эндокринолог назначает определенную коррекцию. Это, конечно, контроль артериального давления, еще более тщательный, чем у всех. Это контроль холестерина различными средствами. Это могут быть и препараты, которые, в принципе, сейчас доступны и не столь дороги. И просто это постоянный прием препаратов. Вот это вот очень большая проблема. И если мы знаем, что мы должны утром чистить зубы, то вот мы не устаем своим пациентам, занимаясь так называемой вторичной профилактикой. Это не вот здоровый образ жизни, а говорить, что у вас есть еще два действия утром, помимо чистки зубов. Вот запомните, что у всех одно, а у вас три. Измерить артериальное давление и принять таблетку, которую назначил вам врач. Весос ключевую назначил врач. Я тоже хотела сделать на этом акцент. Для того, чтобы как зубы почистить утром, принять таблетку, надо перед этим сходить к врачу. Безусловно, безусловно. И можно сходить, можно позвонить. Вот сейчас уже мы, в общем-то, переходим даже и к кардиодиспансеру. Я просто знаю, что наши доктора, они, те, кто пациенты заинтересованы, вот понимаете, они дозвонятся до своего доктора. И совершенно точно они сдают там, кто, например, на старых антикоагулянтах, они сдают МНО, и они звонят. От доктора никто не отказывается. Но чаще мы встречаемся с той ситуацией, что доктора-то назначают и готовы контролировать. Но пациенты либо забывают, либо просто считают это неважным. Это очень важно в профилактике инсульта. Ещё один аспект, Елена Андреевна, в 2020 году вот этот вот день, о котором мы говорим, день борьбы с инсультом, проходит под девизом «Двигайся с нами», то, о чём мы говорили, что очень важно для профилактики заболеваний сердца. «Двигайся с нами», то есть движение, оно здесь крайне необходимо тоже, как профилактика, да? И как реабилитация, я думаю. И реабилитация. Если вот, да, говорить всё-таки, да, уже совсем в тему, что называется, это, конечно, и реабилитация, это прежде всего. Мы тоже, когда говорим о физической активности, и там нам говорят, а у нас вот это не позволяет, вот то не позволяет, мы говорим, ну хорошо, но найдите какую-то группу мышц, повороты головы, подъём рук, это профилактика пневмонии и всего, чего угодно, это тоже будет ваша физическая активность. И того же самого остеохондроза. Вот остеохондроза, здесь мы можем показать, вот Екатерина Павловна, хоть какое-то движение, и чтобы сейчас наши телезрители увидели элементарное упражнение, которое нужно делать по утрам. Вы знаете, по утрам надо делать однозначно гимнастику, особенно люди, чем они старше становятся, тем как бы эту утреннюю гимнастику делать нужно. Универсальных упражнений, к сожалению, для каждого пациента, особенно если мы говорим про пациента с инсультом, однозначно нет. Тело нужно просто размять, да, то есть немножко вытянуться, потянуться в кровати легко, немножко покачать головой, если мы хотим, немножко, для того, чтобы это не было каких-то глобальных поворотов. Но однозначно девиз «двигайся вместе», да, «двигайся с нами» можно расценить. И если врач, пациент и его родственники единомышленники в своем движении, вот это и будет «двигайся с нами». То есть если мы все хотим помочь конкретному человеку… Не обязательно каким-то образом физически своим телом двигать, хотя это важно. Физически телом нужно заниматься. Тело взрослого человека, тоже так же, как и ребенка после года, оно не может лежать 24 часа. Не может. Он не должен лежать. Он должен сидеть и проявлять хотя бы минимальную двигательную активность. Даже то, что, даже этот диагноз, вот насколько это не приговор, это нужно бороться, да? Нет, обязательно. Нужно хотеть быть здоровым. Что вот еще буквально, у нас, к сожалению, эфир скоро подходит к концу. Была горячая линия, вы беседовали с жителями региона, чем интересуются люди. А вот, Елена Андреевна, вы сказали, не все, к сожалению, с нами готовы сотрудничать, и это понимают. Да, что нужно делать это и это, и хотят каким-то образом вытянуть себя. Что вы увидели на горячей линии? Обращались пациенты и трудоспособного возраста, в том числе, вот возвращаясь к профилактике, да, я хочу обратить внимание людей трудоспособного возраста, чтобы они в обязательном порядке проходили диспансеризацию. Это очень важно, тем более для людей, у которых есть сахарный диабет, артериальная гипертензия и фибрилляция предсердия, нарушение ритма сердца. Чтобы знать свой сахар, холестерин и контролировать, компенсировать все хронические заболевания. Для людей постарше посещать участкового терапевта, также при необходимости невролога. Ваш совет, Галина Анатольевна, вот буквально жителям региона, вот что бы они должны заполнить? Сосуды головного мозга у ребенка, точно так же, как все остальные сосуды, развиваются вместе с ним. Ребенок растет. Если взрослый человек вырос, они у него, вот уже есть эти сосуды, потом только либо накапливаются различные тромбы, либо еще что-нибудь. То у детей, если, к сожалению, а сейчас очень многие дети не двигаются так, как надо, это как раз двигаемся вместе, они сидят целыми сутками дома, они в детский сад или в школу ездят на машинах с родителями, они не идут пешком, они не дышат свежим воздухом. У них нет насоса, у нас организм как насос, когда мы идем, двигаемся, по сосудам передаются, сначала вены качают к сердцу, сердце раскачивает массу, выбрасывает, и опять кровь идет по всему организму, и в том числе к головному мозгу. А если это все вяло, и непонятно, как двигается, то оно не прокачивается, и не поступает кислород в том объеме, как нужен. И очень мало люди пьют, очень мало дети пьют жидкость, практически не пьют совсем. То есть жидкость здесь важна? Очень важна, потому что объем именно питьевой жидкости, ни соки, ни чаи, ни супчик, который мама подала, там ребенка говорит, нет, вот он у меня столько-то выпил. Дети практически не пьют, точно так же, как со взрослыми, и обмен не такой, как нужно. И поэтому двигаемся все вместе, больше ходим на свежем воздухе, без телефона, телефон в кармашек. Да, и желательно тоже шею держать, не вот так, если нет у нас телефона. Галина Анатольевна сейчас дала свой совет. Екатерина Павловна, буквально несколько секунд. Я предлагаю сейчас, говорю нашим видеоинженерам, что мы еще немного задержимся в этой студии. Галина Екатерина Павловна. Я полностью поддерживаю коллег в том, что нужно, во-первых, призывать жителей нашего региона стать более двигательно активными, да, потому что мышечный корсет должен работать. Соответственно, любое движение, будь то в поселе, если пациент маломобилен, будь то двигательная активность в рамках комнаты, или в рамках возможности заниматься на улицах, спортом, это все приведет к тому, что люди будут здоровы. Безусловно, питьевой режим всем нужно соблюдать. И, конечно, своевременно посещать врачей, если это необходимо. Если на сегодняшний день существует такой сервис, как телемедицинские консультации, достаточно активно он внедряется и на территории Тверского региона, ведущие клиники уже осуществляют такой сервис телемедицинских консультаций, в том числе и областной клинический реабилитационный центр. То есть можно, если вы что-то не поняли, если что-то забыли, или нужна консультация врача, осуществить это дистанционно, что правильно в условиях современного противоэпидемиологического трудного режима на сегодняшний день. Спасибо. Ксения Вячеславовна, подскажите, вы, с одной стороны, говорите, что это питьевой режим, но тем же людям с повышенным артериальным давлением, им много-много жидкости. Мы уже не говорим о многом. Норма, норма. И еще раз, какая норма в день в жидкости? С учетом того, что у нас пациенты, наш житель полиморбидный, то есть у них несколько хронических заболеваний, особенно в пожилом возрасте, поэтому литр чистой питьевой, негазированной воды надо выпивать в день обязательно. Литр в день? Это минимально. То есть это входит сюда чай? Нет, только чистой воды. Ни молоко, ни чай, ни кефир. Только чистая вода. Я еще хочу обязательно подчеркнуть, что у нас существует такая проблема, как ожирение, избыточный вес, поэтому 40 минут в день в среднем темпе физической активности обязательно. Это если мы говорим о профилактике. Плюс как можно больше есть овощей и фруктов и меньше соленой, жирной, жареной, копченой пищи. То есть еда здесь тоже важна, мы ее не упоминали, к сожалению, но именно качество, что мы едим, это опять же такие фрукты, овощи, это ягоды, наверное, летом, да, витамины, что дает, желательно, конечно, чтобы было выращено на грядке, это, конечно, желательно. Отказаться обязательно от фастфуда, уже приготовленной пищи, готовить в домашних условиях. А приготовленная пища имеется в виду и полуфабрикаты те же? Полуфабрикаты, да. Которые тоже, там и соль, и солоноватая, и непонятно из чего из-за. Соль, и специи, да, что ведет к задержке жидкости в организме, что повышает, соответственно, артериальное давление. В случае что, в случае чего, колбаса – это минус, плюс все-таки лучше кусок мяса или белого мяса, или курицы, или чего-то, да? Или курицу можно запечь в духовке, то есть это будет и полезно, и, в общем-то, правильно. И рыба, и прочее, прочее, да? Вообще, очень важный момент, который мы с вами не упомянули, это психологическое состояние. Потому что состояние депрессивности нашего населения, которое приводит к обездвиживанию, нежеланию что-то делать и прочим-прочим вещам. Сразу вспоминается Гончаровский-Обломов, да, который лежал на диване, вот почему-то, да, а вот так вот иной раз ничего не хочется делать, вот бывают такие, тем более сейчас, не в веселое время живем-то. Ну, поэтому все-таки это очень важно. Держать себя в тонусе. Я поэтому хочу призвать наших жителей, мобилизовать все свои силы, в общем-то, в такое тяжелое для всех время, и задуматься о своем здоровье. И если все-таки вы увидите признаки инсульта, о которых мы говорили раньше, да, хотя бы один из признаков, обязательно позвонить в скорую помощь, дождаться скорой помощи и обязательно госпитализироваться. Потому что чем раньше мы это сделаем, тем больше возможностей у врачей будет помочь. Спасибо. К сожалению, мне показывают, все время эфира подошло к концу. Вот не успели поговорить с вами, но еще, надеемся, встретимся. Будьте здоровы, уважаемые друзья. Спасибо за ту работу, которую вы делаете. До свидания. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.